Друзья, всем привет! Телефончик так стоит, свет падает, ну, встать больше некуда. Итак, всем привет, всем хорошего настроения, всем приятного просмотра, всем хороших автомобилей, хороших покупок автомобилей. Итак, значит, сегодня буду забирать несколько автомобилей, попытаюсь сделать все это при вас, да, ну, понятно, что это будет дело все в записи, но, тем не менее, будет два автомобиля без пробега, один автомобиль будет пробежный, естественно, расскажу, в каком они состоянии продаются, сколько они стоят, розыгрыш будет, всем спасибо, кто писал комментарии, розыгрыш будет в конце этого видео, но я вам напоминаю, что я занимаюсь проверкой автомобиля перед покупкой, поэтому, если вам нужна помощь, мой телефон указан в каждом видео в описании канала. Проверка автомобиля стоит 2000 рублей. Ну, а первый автомобиль, который мы будем забирать, в общем, смотрим. Первый автомобиль это Honda Freed, вот как раз в данный момент, в данный момент переводят деньги продавцу на карту, сейчас денежка придет, я документы сверил, кузов сверил, все сверил и заберем автомобиль. Итак, это 2010 год, машина бальная, аукционная оценка 4 балла, это был поиск автомобиля, пробег 140 тысяч на данном автомобиле. У него установлено литье, хорошая летняя резина, не знаю насчет зимней резины, еще не обговаривали. Заказчик думает, кстати, автомобиль поедет в Москву. Вот сейчас примет решение, покупать зимнюю резину или нет. Итак, у нас есть Freed, а есть Freed Spike, отлично, дверка открывается. Freed, есть 5 местные, есть где 3 ряда сидений. Пробег 140 тысяч, салон довольно-таки хорошее состояние у салона. Так, аукционный лист есть, кузовщина целая, пробег 143 тысячи. Вот эти вот аукционы, оляда, друзья, надо искать по номеру лота, не все открываются по номеру кузова. Это бензиновый, есть в автомобиле гибриды. Гибриды, напоминаю, они тут неполноценные. Сзади два капитанских кресла. Естественно, они двигаются. Третий ряд сидений. Реально чистый, ухоженный, аккуратный салон. Также установлены у него брызговики. Стоимость автомобиля 670 тысяч. 670 тысяч рублей. Третий ряд сидений. Он складывается и крепится по бокам. Автомобиль, коробка передач, вариатор. Двигатель полтора литра. Ага, правая у нас не электро. Двигателя все идут полуторалитровые. Коробка передач на переднем приводе. Вариатор. На автомобиле 4ВД. Идет автомат. Одна электродверь. Складывание зеркал. Подогрев. Зоны передней. Естественно, автоматический стеклоподъемник. Есть комплектации побогаче. Покруче. Но там, конечно, цена. Есть комплектации с кожаными вставками. Мультируль. Круиз-контроль. Есть вообще овощные, да, которые здесь идут на крутилках. Два ключа. Ну, есть, естественно, где бесключевой доступ. Вот это вот место. Обычно оно такое, знаете, все в царапинах. Здесь есть, но как бы не глобал. 143 тысячи пробег. То есть здесь, здесь описание аукциона соответствует. Короче говоря, аукцион соответствует 100% автомобилю. Есть подлокотник. Здесь такая ниша удобная. Бардачок я вам подсказывал. Вот это вот. Я не знаю, кто сюда что будет ложить. Дворники. Микрофончик стоит. Можно отключить электропривод дверей. Также дверь открывается с ключа. Пластик вот здесь такой. А ну не по классам. Вот это грязь, это ототрется все. Вот есть автомобили. Есть автомобили с пробегом 140 тысяч. Хорошее состояние по салону. Прям хорошее. Я вам сейчас двигатель покажу. В каком состоянии двигатель. Есть пробеги меньше и страшно смотреть. Продавец говорит, что денежки пришли. Отлично. Посмотрите состояние моторного отсека. Сейчас отгоним его в транспортную компанию. С транспортом заключается договор. 670 тысяч рублей, 10-й год. Аукционная оценка, 4 балла. Пробег 140 тысяч. На данном автомобиле. Планировал вам показать 3 автомобиля. Сегодня покажу вам 2 автомобиля. Давайте поднимем немного тему, как переводятся деньги продавцу за автомобиль. Первый вариант. Это на карту Сбербанка. Собственно, как происходило у нас с Фридом. Я пришел, все сверил. Документы сверил. Денежку заказчик перевел. Продавец деньги получил. Я забрал автомобиль. Второй вариант. Это посредством Сбербанка. Перевод называется до востребования. Перевод на имя продавца. Это мы встречаемся с продавцом в банке. Снимаем деньги. После этого я забираю автомобиль. Есть еще один вариант. Перевод, опять же, через Сбербанк. Через Сбербанк онлайн. Перевод на счет продавца. Вот сейчас буду забирать автомобиль. Будет перевод именно на счет. И смотрите, что я хочу вам сказать. Ребят, во-первых, почему не берут деньги на Сбербанк? Именно на карту. Ладно, понятно, продавцы боятся. Это нормальная ситуация. Когда вы переводите деньги, будьте готовы, что Сбербанк вас попросит. Я не знаю, куда в камеру смотреть. Или сюда. Вот прямо смотрю. Такое ощущение, что не туда смотрю. Походу, надо бы сюда смотреть. Короче говоря, будьте готовы, что Сбербанк... Сбербанк у вас попросит кодовое слово. Нужно будет подтвердить. Нужно будет обязательно поднять трубочку от Сбербанка. Иначе карту просто заблокируют. Вот почему нет Дейса, да? Потому что карту заблокировали. Вот. Поэтому как-нибудь давайте повнимательнее. Повнимательнее относитесь к этому. Кодовое слово, вы его никому не говорите. Мне, ну не надо там продавцу, припаркуюсь. Продавцу тоже это кодовое слово не нужно. Кодовое слово вы называете в Сбербанке, да? По телефонному звонку. Если я не ошибаюсь, то кодовое слово просят после... Ну опять же, его могут попросить, а могут не попросить. Но в большинстве случаев его просят, если перевод превышает 500 тысяч рублей. Вот. Как-то так. Ладно, приехали за автомобилем. Показываю вам. Это у нас Nissan Patrol. 245 лошадиных сил. Объем двигателя 4,8 литра. Он на автомате. Левый руль. Ну, короче говоря, Safari. Не смотрите то, что автомобиль без номеров. Была смена... Смена номеров. Вот. Собственник не взял с собой номера, поэтому старые номера сняли. Поехал за новыми. Документы у меня, ключи у меня. Вот. В данный момент переводятся деньги за автомобиль. Деньги сейчас поступят на счет. Поставим номера. Поставим номера. Сегодня автомобиль поставлю к себе на стоянку. Вот. А завтра уже поставлю в транспортную компанию. Автомобиль. Автомобиль не новый. То есть нового автомобиля, да, отжидать. Нам такого года не стоит. Но, тем не менее, он заслуживает внимания. Довольно неплохо сохранился салон. Кто-то сейчас будет... Ой, там салон грязный. Ребят, ну это багажное отделение. Это багажное отделение. Сейчас покажу дальше состояние салона. Миллион. Наверное, с чем-то. По цене люди сами договаривались. Кожаный салон. Посмотрите. Да, она потерта. Но поверьте. Смотришь, да? Автомобили таких годов. Они настолько уделаны. Места довольно много сзади. Что-то давно я не залазил в машину, да не показывал вам. Два подлокотника идет. Два подстаканника. Подсветка. Куча там ручек. Люк есть. Рама. Все как положено. Электропакет, электросидение. Даже все работает. Неплохое состояние. Резина. Сейчас человек позвонил. Писал еще ночью мне. В общем, сейчас позвонил. Все. Мол, давай ищем, ищем. Фита ищем. Находим. Девятый, десятый, одиннадцатый год. Но я так вам вкратце расскажу. Зеркальца отсутствует. Но заказчик все знает. Все же. Вот договорились на поиск автомобиля. Нужна срочность. В понедельник нужно уехать на автомобиле. Можно сказать ищем. И что-то зашел разбор про время. Сколько времени сейчас у нас. А у нас сейчас двадцать минут пятого. Он говорит, так, стоп. Не понял. А вы где? Короче, он в Краснодаре. Я в Владивостоке. Он думал то, что я нахожусь в Новороссийске. Вот такое вот тоже бывает. Так, я включу на еду. Знаете, левый руль для меня как-то вот... Ну, не знаю. Ну, не мое это. Так, как-то мы так стоим. Да, наверное, нужно переехать. Солнце попадает. Большой автомобиль. Реально большой автомобиль. Прям к габаритам нужно привыкать. Вчера на сотке катался. Как-то на сотке даже, знаете... Попроси. Видите, какое состояние салона? Да, понятно. Здесь что-то перешито. Что-то там подшито. Пробег указан 191 тысяча. Не знаю. Родной, не родной. То есть, раздатка, локи. Подогревы. Люк. Все работает в данном автомобиле. То есть, есть круиз. Вот, видите, рука тянется. Рука тянется включить. Поворотники. Ну, что он тут еще можно показать? В общем, телефон у меня падает. Поставить не могу. Вот такой, довольно-таки неплохой. Комфортабельный автомобиль. Да, поэтому, как видите, покупают. Левый руль у нас здесь тоже берут. Но левый руль в основном берут. Да, вот такого вот плана автомобиля. Там патруэллы, прадики какие-нибудь. Крузаки. Вот. Поэтому, кому нужна помощь, звоните, пишите. Обращайтесь. Но сейчас розыгрыш. Народ, давайте проводим розыгрыш. 30 тысяч просмотров. 406 комментариев. Смотрим. Победитель сам выходит со мной на связь. Так. Так, Андрей. Голова тюк. Извиняюсь, может быть, неправильно произнес фамилию. 0440, Нижний Ватровск. Поздравляю. Андрей, выходите со мной на связь. Пишите мне ватсап. 05,4. 506, 527.